Какие вопросы рассматриваются под хадисами номер 281-282? Первый вопрос. Каково постановление о том, чтобы читать эти две суры в утреннем намазе в пятничного дня? Говорит Ибнураджер, Ученые разошлись во мнении относительно узаконенности читать какую-то конкретную суру в каком-то конкретном намазе. Сейчас еще не говорим про пять, вообще в общем. Здесь должно быть что? Не покорихау, а покорихау. Таутанит должно быть, так? Перед Дамиром Га. Перед Дамиром Устасом должен быть Таутанит. Потому что Тера, Тера, так? Возвращается к чему Ксению. Значит, большинство ученых, или точнее ученые, некоторые из них, группа ученых, посчитала это нежелательным. Что нежелательным посчитали? Читать какую-то определенную суру в каком-то определенном намазе. Группа ученых посчитала это нежелательным. То есть, речь пока не идет про пятницу, так? Вообще, в общем. Это мнение передается вот Абу Ханифу, а также Имама Малика. Но большинство ученых считает это, не видит в этом ничего нежелательного. Более того, посчитали, что если относительно этого есть конкретный довод от пророка, то это является желательным. И без сомнения это второе мнение правильно, так или нет? Правильно. То есть, если пророк, салаллаху алейсалям, от него пришел конкретный довод, что он постоянно в каком-то намазе читал какую-то постоянную суру, это необходимо читать за довод и действовать так же. Говорит ламимман из сахаб бакира от сурат алиф ламмим, из тех, которые почитали желательным читать сурат алиф ламмим, так же ибн Абишейба, Сулейман ибн Дауд аль-Хашими, так же аль-Джаузаджани, ибн Абишейба, ибн Абишейба, ибн Абишейба. Ацара алибна ибн Абиталиба он не нашел. А что касается ибн Аббаса и Абу Гурейры, то откуда взято их мнение? А? Амим Абишейба? Откуда взято мнение ибн Абишейба? От того, что они передают этот хадис. Абу Гурейра передаёт этот хадис и так же ибн Аббас передаёт этот хадис. И известно от салифов то, что они действовали по хадису, так или нет. И это одно важное примечание, которое необходимо запомнить. То, что Има Махмад говорил, не придерживайся мнения, на которое у тебя нет салифа. То есть если нет, если своего мнения не придерживался никто из первых поколений, значит это мнение неправильно. Теперь вопрос. Иногда бывает так, что у нас нет явного списка людей, которые бы придерживались этого мнения. Но есть сподвижник, который передал хадис, из которого это мнение вытекает. Так вот, можно смело заявить, что этот сподвижник из тех, кто придерживался этого мнения. Понятно или нет? Понятно. Если этот хадис, не мансух, не аннулирован. Если этот хадис, не аннулирован. И если нет каких-то иных причин, как, например, этот хадис недостоверен от этого сподвижника и тому подобное. Говорит, И правильным является то, чего придерживаются большинство ученых, и один Аллах лучше знает, то есть того, что желательно читать в пьяничный день первые два ракаата является желательным, но не обязательно. Является желательным. Следующий вопрос.